Твоя биография очень похожа на политический триллер. Сколько тебе было лет, когда ты попала в тюрьму? 31. Мы сейчас сидим в тюрьме Штази, ты сидела в тюрьме КГБ в Минске. Это похоже? Да. Ну, это похоже. В общем-то, антураж, обстановка, все идентично. Те же стены, те же двери, решетки и, самое главное, атмосфера. Потому что, когда я зашла сюда, мне сразу стало плохо. Меня просто подташнивало, потому что вот этот запах и концентрация человеческих страданий, унижений, боли, она чувствуется, чувствуется кожей просто здесь. А тебя пытали? Ну, пытки были такого плана, что, например, допрашивали по ночам, в том числе, без адвокатов, естественно, держали в холодной камере. Вода из крана текла только холодная и камера была без туалета. В смысле? Вообще без туалета. А как? Выводили раз в 6 часов, в 5-6 часов днем, а ночью вообще невозможно подопроситься, чтобы тебя вывели в туалет. И это очень тяжело. Я перестала пить воду фактически, потому что это очень больно, когда тебя не выпускают, и ты просто сидишь, раскачиваешься от боли, это спазмы, это боли. Вот. Ну, попала я вообще туда, меня избили на площади, и у меня было сотрясение мозга. Вот. Поэтому понятно, что первые дни мне было очень тяжело. Периодически текла кровь из ушей, вот. Голова очень болела. Вот. Потом я очень сильно заболела, то есть был серьезный бронхит, потому что очень холодно, тем более, когда еще и на полу спишь. Вот. Ну, как-то, ну, пережила. Но тебя не били? Нет, меня не били, меня унижали вот такими способами. Меня шантажировали, то есть начальник тюрьмы КГБ Орлов мне говорил о том, что мы сделаем все, что у тебя не будет детей. Да, то есть ты отсюда выйдешь и там разваленный. Вот. Знали, где были больные места, знали, что я очень переживаю за своих родителей. Но у тебя нет детей. Это потому? Нет, ну, я надеюсь, дети еще будут. Как твои родители это пережили? У тебя было 30, ты была ребенком. 30 лет это ребенок? Ну, я думаю, я не считала себя ребенком, но для родителей, конечно, это был шок, арест. И мама моя, конечно, сделала невероятное. Она приезжала в Минск постоянно, ходила, добивалась разрешения на передачи, встречалась с адвокатами, с журналистами. Вот. Она, конечно, делала невероятные вещи, при том, что до этого она очень редко приезжала в Минск, мало знала этот город. Вот. И я помню вот строчки из ее письма, единственного письма, которое мне передали, потому что не передавали мне никаких писем. Хотя я знаю, что очень многие писали. Сам начальник тюрьмы сказал, что у нас есть целый мешок писем для тебя, но мы его тебе не дадим. Вот. И одно единственное письмо от мамы мне передал, он специально передал, он вызвал меня практически уже ночью на допрос себе в кабинет и достал из сейфа мамино письмо. И я помню, я разревелась, когда это письмо читала, оно было достаточно коротким, и там были слова, что «Доченька, не переживай, у меня все хорошо, я уже знаю, как доехать из твоего дома до тюрьмы, я уже делаю это сама на автобусе». Вот. И я помню, разревелась прямо в кабинете у него, вот. А он тут же начал меня вербовать. То есть он увидел слабость, да, то есть то, что я увидел, что я плачу, и сразу сказал, что «Давайте, вот у меня к вам предложение, подпишите бумагу о сотрудничестве с КГБ, ну и у вас все будет нормально». Вот. И сказала тогда «Нет». Я скажу, что это было тяжело сказать «Нет». Я сказала «Нет, я просто не буду, ну, я не смогу жить с собой такой, если я это подпишу». Вот. И он меня тогда отпустил. К счастью, мне удалось… Во-первых, меня смогли освободить, потому что я журналист, и международное сообщество тогда очень активным образом требовало моего освобождения. И за Лукашенко грозили в том числе экономические санкции. И меня освободили, но не освободили полностью. Меня освободили под подписку о невыезде. Через полтора месяца мне запретили жить в Минске. Меня фактически депортировали из Минска. Мне дали сутки на сбор вещей и вывезли меня в город Кобрин, где живут мои родители. Я должна была находиться там, не выезжать из города. И каждый день, пока мне приходила в 7 утра милиция, проверяла, на месте я или нет. И ты сбежала? Через два месяца. Два месяца. То есть надо мной еще должен был быть суд. Я продолжала работать с главным редактором. Когда меня выпускали из КГБ, я их сразу предупредила. Я буду работать, и вы мне не запретите. Вот. И люди, часть людей, которые работали на сайте, они уже выехали из страны. Я была фактически единственным человеком, кто работает на сайте из Беларуси. Я вот сидя в Кобрине, в родительском доме под надзором милиции, редактировала сайт, и люди работали из-за границы и подполья. И вот так было два месяца. Я не собиралась уезжать. Я думала, что будет суд. Хорошо. Я была готова к разным вариантам. Но я увидела, что они творят. То есть вот, когда я писала материалы, которые им не нравились, то есть, например, призывала к санкциям против режима Лукашенко на сайте, то за мной тут же приезжала милиция. Мне говорили, так, собирайтесь. Куда вы меня везете, спрашивала я. Они никогда не отвечали. Вот. Там на месте вам все расскажут. Мне нужно было очень быстро собрать. Это же мама видела. Это видела все. Мама, что за собой приходит, тебя забивают. Да. Мама бежала вслед за машиной в отделение милиции, ждала меня там. Но меня везли не в милицию. Меня везли в КГБ. В отделение КГБ в Кобрине. Где мне говорили, что если я буду продолжать писать в том же духе, то меня просто-напросто вернут обратно в тюрьму КГБ. В первый раз таким образом приехал оперативник, который меня допрашивал еще в Минске. Второй раз, в последующие разы, меня уже в тюрьме КГБ предупреждал мой одноклассник, с которым я во втором классе сидела за одной партой, который дослужился и стал начальником Кобринского отделения КГБ. И вот это была такая ирония судьбы. Мальчик, с которым я сидела во втором классе, Дима Новицкий, он, я, политузник, под надзором в Кобрине, а он председатель местного КГБ. И вы с ним беседуете? И мы с ним беседуем. А не обсуждали, как там Вася, как там Маша? Он пытался обсуждать, но я понимала, что это его уловки, он пытается вызвать у меня доверие. Я просто с ним отказывалась обсуждать эти темы, вспоминать учителей, вспоминать школу. Я сказала, слушай, Дима, давай вот не будем. Говори то, что ты должен говорить, и мы расстанемся. А много у тебя таких одноклассников? Как вообще? Один, слава богу. А таких, как ты? Таких, как я. Есть много приличных людей. Может быть, они не так активно выступают, но однозначно они против этой власти. Для меня было откровением, когда я вышла из тюрьмы. Вот как раз вот привезли меня в этот Кобрин. И как раз так совпало, что буквально через несколько дней должен был быть вечер встречи выпускников. И я пришла, и это было что-то невероятное. Потому что меня поддержал директор, меня поддержали все учителя, меня поддержали все одноклассники. Меня пригласили на сцену, чтобы я поздравила классного руководителя. И потом мы сидели уже в кафе. А Дима был? Дима? Нет, его не было, слава богу. Да, но тебя в итоге спас кто? Кто тебя, кто... Почему ты уехала? Почему ты вдруг приняла решение уехать? И как это было? Как? Я уехала... Подписки из всего? Как это было? Я в багажнике уехала, не знаю, корзинки. Я, к сожалению, не могу пока назвать имена людей, которые меня спасли. Потому что эти люди до сих пор живут в Беларуси. И, ну, это была такая невероятная история. То есть мне кажется, что здесь, конечно, Бог помог. Потому что вот так вот все-таки уехать было очень тяжело. Потому что... Почему, во-первых, я это сделала? Потому что через два месяца я поняла, что мне не дадут нормально работать. Что они будут дергать меня постоянно. Угрожать моей семье. Угрожать мне постоянно тюрьмой. Тем более, что нужно было тогда добиваться освобождения моих друзей, которые оставались в тюрьмах. И делать это из Беларуси, когда мне запрещают рассказывать о пытках. И призывать к санкциям было невозможно. Я понимала, что мне нужно уезжать. И продолжать вот эту вот борьбу за их освобождение только за границей. Иначе никак. Вот. Я приняла решение, очень трудное для меня решение, через два месяца, что нужно уезжать. Мама знала? Я написала ей на бумажке, показала родителям. И мы тут же ее сожгли. Вслух мы это не обсуждали. Потому что понимали, что в доме тоже может быть прослушка. Меня вызвали на допрос в Минск, в КГБ. Мне сказали, покупайте билет, едете на поезде и приходите на допрос в КГБ. Я купила билет. На поезд, который идет ночной. И последованию этого поезда есть такая стоянка в городе Лунинец. И она длится целый час. Там что-то меняют, какую-то сцепку, рельсы. И поэтому все так долго. Есть возможность выйти. Я, поскольку очень много лет, да, то есть фактически до этого 15 лет ездила на этом поезде, я прекрасно знала этот вокзал. Я ездила из Минска к родителям домой, туда-обратно. Я прекрасно знала вокзал в этом Лунинце. Я знала, что он сквозной. Да, и что абсолютно многие пассажиры выходят ночью и что-то покупают, да, там в магазине на вокзале. И можно выйти с другой стороны. И мы договорились просто. Есть там, была безопасная связь с одним человеком, который меня встретил в Лунинце на машине. Поставил ее подальше от камер ночью. Я сошла с поезда, то есть я... Я оставила, наверное, вещи в купе. Я ничего специально не брала, никаких вещей. Я единственное, что взяла маленькую сумку с маленьким компьютером, вот, и просто спрятала ее под плащ. Вот, и я просто вышла из вагона. В вагоне сидел, похоже, специально приставленный человек. Вот, ну, я расстелила постель и просто вышла покурить. То есть я до этого специально выходила курить на каждой станции. Чтобы не было подозрений. Вот, вышла якобы покурить, без вещей. Только с этим маленьким компьютером спрятанным. И вышла на стоянку и сказала проводнице, я пойду возьму себе купить там Coca-Cola. Вот, пошла туда и просто быстро прошмыгнула через этот вокзал. Быстро села очень в машину и мы уехали. Меня отвезли в город, в котором я никогда не была, в котором у меня никогда не было никаких знакомых. И в этом городе я просидела в одной квартире на протяжении шести дней, без, конечно, телефонов, без интернетов. То есть не выходя вообще абсолютно. Я даже когда выходила курить на балкон, то есть я садилась, да, чтобы меня не было видно. Ты как-то дала дать понять маме, что... Нет, маме позвонили из Польши, мои друзья, и сказали, что с Наташей все в порядке, она здесь. То есть нам нужно было запутать следы спецслужб. Потому что меня сразу же начали искать. Стали проводить обыски в моем доме, в доме родителей. Искали везде все. В сарае, в подвале, на чердаке. Проводили обыски у моих родственников. Вызывали на допросы очень многих родственников. Проводили обыски даже в доме у моей бабушки в деревне. То есть искали меня везде. Ты жила шесть дней в квартире в незнакомом городе, не выходила, курила на балконе и садилась. И крутила халахуп, потому что я настолько нервничала, что я как безумная крутила халахуп просто до синяков на теле. У меня реально были вот здесь гематомы синие, черные такие. Я даже не чувствовала этой боли. Мне просто нужно было что-то делать монотонное. А что было потом? Шесть дней прошло. Через шесть дней меня вывезли. Меня просто посадили в машину и увезли в Россию. Потому что без паспорта я никуда не могла уехать. Кроме как в Россию. Ты без паспорта была? У меня в КГБ забрали паспорт. Почему они меня спокойно еще отпустили на допрос из Кобрина в Минск на поезде? Потому что они были уверены, что я никуда не уеду. Они забрали мой паспорт. Ты без документов оказалась в России? Да, меня вывезли тоже ночью. Вот здесь я уже лежала на полу в машине. Потому что паспортный контроль тогда был на белорусско-российской границе выборочный. Сейчас-то час идет полностью. Да. Была недавно там. Да. А это еще был выборочный. И мы поехали, естественно, не по главным дорогам. Мы поехали по таким проселочным. И сделали такой большой крюк по Белоруссии. Проехали по одной из проселочных дорог. И вот ты оказалась в России. Где? В Москве. Я жила подпольно. Никто не знал, даже мои родители, что я в Москве. То есть на сайте мы объявили, что я уже на Западе, в лагере для беженцев. Что мне удалось бежать. Меня тайно вывозили на машине просто в посольство западных государств. Где мы договорились о том, что меня нужно переправить. И выяснилось, что они особо мне не могут помочь. Потому что это серьезный конфликт с властями России. Вывести без документов политзаключенного на Запад. То есть необходимо все равно формальности соблюдать. И я тогда обратилась к Светлане Ганушкиной. То есть тоже мои друзья рассказали ей о моем деле. И она сделала просто невероятное. Потому что бюрократия сумасшедшая. Если бы не Светлана Алексеевна, то я бы там сидела, наверное, года два. Потому что мы с ней обратились в Верховный комиссариат ООН по делам беженцев. И у них стандартно рассматривается дело два года. Благодаря Светлане Алексеевне мы это дело закрыли за четыре месяца. То есть вначале меня признали беженцем по линии ООН. Потом голландское посольство в Москве выдало мне лисепосы временный документ. Потом ООН объявила условный тендер. Какая страна Евросоюза готова меня принять. И поскольку голландское посольство уже помогло с документом, то, естественно, мы рассчитывали на Голландию. Голландия согласилась. И на последнем этапе он был самый сложный. Потому что выяснилось, что когда уже у меня есть все документы, я не могу уехать без российской выездной визы. А тебе негде ее поставить? У меня есть лисепосе. Туда нужно поставить временный паспорт Нидерландов. Но туда нужно поставить выездную российскую визу. Потому что я иностранец, который неизвестно как материализовался на территории России без визы. И вот надо поставить выездную визу. А как ее поставить, если нет въездной? И вот это была очень сложная ситуация. Мне предлагали идти в федеральную миграционную службу. И просто вместе в ООН мне сказали, мы вам дадим адвоката. Но есть угроза, что вас арестуют. Очень многих ФМС арестовывает просто. И вам не дадут этот штамп. Но если вы сядете в тюрьму, ну вы тогда просите политическое убежище. Я сказала, я не пойду так. Вы сошли с ума. То есть если моя мама узнает, что я сижу еще в Москве в тюрьме, то она просто, у нее сердце просто не выдержит. И тут просто сказочно повезло. Просто говорю, без бога здесь не обошлось. Светлана Алексеевна Ганушкина была тогда членом Совета по правам человека при президенте России. Президентом тогда у вас был Медведев. И как раз 5 июля была встреча Медведева с этим советом, на котором присутствовала Светлана Алексеевна. Я ее попросила, говорю, поговорите с кем-нибудь из руководства, хоть с президентом о том, что мне нужно уехать. Потому что я не пойду ФМС вниз. Пускай уже сверху принимает решение. Сажать меня, депортировать в Беларусь или отпускать. То есть пускай уже сверху спускается. И она обратилась тогда за помощью, я не помню, какая у него была тогда должность, замглавы, наверное, администрации к Суркову. И он тогда, вот Светлана Алексеевна рассказала о моем деле. И потом она мне позвонила и сказала, Наташ, ну, он сказал, что отпустят вас. То есть тем более, когда он увидел, что вы уже беженец по линии ООН, когда он знал, что, о моей ситуации знают в Госдепартаменте США и лично там заместитель Хилари Клинтон, в том числе, занимался моим вопросом. Ну, в общем-то, Сурков это все рассчитал и понял, что ну из-за какой-то журналистки, да, то есть устраивать вот такой международный конфликт вряд ли стоит. И меня отпустили. То есть мне выдали выездную визу российскую. И при помощи международной организации... Что значит выдали визу выездную? То есть кто-то за тебя пошел ФМС? Нет, я пошла ФМС вместе с Ганнушкиной. Мы пришли и нам поставили там быстро штамп без разговоров. Но они могли себя обмануть? Нет, они поставили нормальный штамп, позвонку просто. Им пришел факс, что поставьте штамп. Позвоночная страна. Да. Позвоночная страна. А почему ты не поехала в Голландию? Я приехала в Голландию. Там быстро мне вручили все документы. Вот, в общем-то, меня там уже ждала квартира, кредит, помощь, и я отказалась. Потому что... Прости, пожалуйста, еще раз. Еще раз. Тебя вывозят голландцы, дают тебе документы. А тебя они спасают. Ты приезжаешь в Голландию. Окей, тебе дают документы, квартиру, кредит. И тут ты говоришь нет. Потому что я просила еще, сидя в Москве, мне нужно либо в Литву, либо в Польшу. Потому что я буду работать. Мне нужно быть редактором сайта. Меня там ждут люди, ждут мои сотрудники. И мне нужно книг. Я не могу из Голландии редактировать сайт. Мне нужно быть вместе с коллективом. К тому же нужно было восстанавливать работу сайта. Людей не хватало. Нужно было нанимать журналистов, работать с ними. Нужно было искать финансирование для сайта. То есть нужно было проводить кампанию солидарности с политическими заключенными. И я сказала нет, спасибо огромное. То есть я приехала в Литву, получила политическое убежище там. И без пособия, без квартиры. В общем-то абсолютно. Но мне было все равно. Потому что мне самое главное нужно было получить паспорт. И работать в стране, которая граничит с Беларусью. НАТ. Работа, работа, свобода слова. Журналистика, хартия. Тюрьмы, политические убежища. Активизм. Протесты. А ты замужем? Нет. А хочешь? Есть в планах? Ну как жизнь покажет. Я к этому отношусь спокойно. Если я встречу своего человека, с которым захочу прожить жизнь, я выйду за него замуж. Если не встречу, а какой смысл тогда выходить замуж? Слушай, а тебя не парят вот так вот, что вот ты одна? Нет. Мне с собой не грустно. Потом я не одна, у меня очень много друзей. Тебе сегодня 40. День рождения. А вот сама себе, что хочешь пожелать? Ну вот так вот, по чесноку. Быть собой. Быть счастливой. Про счастье, ну вот потому что... Раньше я ждала, что меня кто-то сделает счастливой. Сейчас я понимаю, что нужно быть достаточно, что ли, мудрой, да, чтобы понимать, что счастье, оно вот здесь, оно внутри. И поэтому вот хотелось бы, чтобы вот это понимание, оно всегда было со мной. Хороших людей, наверное. Хотя очень много хороших людей. То есть я люблю людей. Они мне всегда были очень интересны и всегда очень интересны. Вот, поэтому не терять этого интереса к людям. Ты достаточно этого уже много? А почему ты приехала ко мне в свой день рождения? Ну вот знаешь, наверное, сердце подсказало, почувствовало. Ну и правильно. Пошли отмечать. Прошли. Прошли.